Краска, сохраняющая тепло, сверхпрочные нити и строительные материалы. Разработки наших ученых показали сегодня в Казани на международном форуме «Нанотех-2012». Сегодня же заработал Центр нанотехнологий, единственный в России. Хронология событий у моего коллеги Дмитрия Второго. Открытие уникального нанотехнологического центра в Казани – это новая страница в отечественной науке. Отныне здесь можно реализовывать такие задумки, которые лет 20 назад казались фантастикой. Это может образец воды, почвы, полимеры, лекарства, все что угодно. Изучить продукты из полимеров, композиционных материалов и дать точное заключение. Это лаборатории, в которых на основе нанотехнологий проверяют качество и состав всевозможных пленок, пластмасс, твердых сил и состав воды. Мы, республика, которая производит автомобили, республика, которая производит электронеты, самолеты, то есть уже эти наработки надо использовать в этих направлениях. Я хочу поблагодарить всех наших коллег, наверное, все это, честно, не так гладко просто, но самая главная задача, чтобы результат был. В сотрудничестве с наноцентром заинтересованы резиденты технополиса «Химград». Сейчас на его предприятиях трудится более 6 тысяч человек. Краска, которая защитит от бактерий или сбережет тепло, сверхпрочные нити и строительные материалы. Как нанотехнологии уже используют в Татарстане, гостям показали в IT-парке на выставке. Она предваряла открытие форума. Нам представляется, что и открывшаяся выставка, и форум являются такой замечательной площадкой для мнениями в рамках и экспертного сообщества, и профессионального сообщества, но здесь присутствуют и представители органов власти России. Открывая форум, спикер Госдумы России рассказал о задачах законодателей. Нужны документы, которые обеспечат юридические гарантии и защиту прав инноваторов. Если мы к научной базе, представленной здесь, сумеем добавить и реальную прикладную компоненту, а я вижу здесь многих руководителей компаний, предпринимателей, это ровно то, что требуется. Потому что соединить одно с другим на старом советском языке науку с производством, а на современном языке, собственно, коммерциализировать инновации, это и есть единственная стратегия создания современного хайтаковского сектора в России. Если в сферах IT и нано за последние годы произошел настоящий прорыв, то по биотехнологиям отечественная наука и производство пока отстают. Этой теме уже вечером посвятили свое заседание члены Ассоциации инновационных городов России. В течение полутора часов главы субъектов, представители федеральной власти и народные избранники искали пути, как в корне изменить ситуацию. Одна измена – специальный проект, в рамках которого наши студенты и молодые преподаватели будут обучаться за рубежом, с тем, чтобы, вернувшись в Россию, здесь развернуть свою работу в сфере биотехнологий. Впрочем, много самых умных наших ребят там куда-то еще-то или в Москву уехали, или за границу уехали. Даже вот наш технопарк, который открыли второй, за два месяца 40% загрузки уже. Мы сейчас хотим строить жилье в Челнах, чтобы рядом арендное жилье было. И вот большой проект – это Иннополис. Конечно, если мы не будем как-то думать о своих молодых, и нужна, конечно, специализация. И наши вузы айтишников пока не готовят. Собрание Ассоциации инновационных городов России прошло в рамках открытого сегодня международного форума. Завтра в Казани он продолжит свою работу. Дмитрий Шторов, Василия Хузина, Ирия Шорин и Айрат Каюмов. Вести, Татарстан.